Приветствую вас. Начать свой ответ мне бы хотелось с того, чтобы немножечко определить с вами причину и следствие того, что происходит с вами. Значит, первое и самое главное, то, что вы написали. Вы пишите о том, что у вас частые слезы, вы пишите о том, что вы плачете, и что мужчина вас называет маленькой, да, говорит, что у вас мозги, как у 17-летней девочки. Соответственно, плачете вы при ссорах? Я полагаю, что первая причина, первая проблема, это именно ссоры, которые происходят у вас с вашим мужем, с вашим мужчиной, да, с которым у вас, по идее, должно быть все хорошо. И ссоры, ваши ссоры, они как раз-таки провоцируют то, что вы плачете. Плачете вы от обиды и потому, что, собственно, вам, ваш мужчина дорог. Он вам дорог, вы хотите, чтобы у вас с ним все было хорошо, а он вас, грубо говоря, обижает, он вас, грубо говоря, оскорбляет, и это не влияет на вас как-то положительно. То есть, вообще-то говоря, в данном случае слезы, это, ну, не такое уж и ненормальное состояние для вас. Далее вы пишите о том, что вы хотели бы быть сильным, по вашему мнению. Вопрос, который у меня к вам есть, заключается в том, а для чего вам, собственно говоря, нужно быть сильным? Вот вы чего хотите добиться, когда говорите, что хотели бы быть сильным? Если вы будете сильным, если вы будете сдерживать свои слезы, то получается, что вы ненамного будете отличаться от мужчины, разве нет? Потому что мужчина обычно тот, кто сдерживает свои эмоции, правда, а не женщина. Женщина как раз-таки свои эмоции не сдерживает, она наоборот их проявляет. И это нормально. Как вопрос к вам. А почему вы считаете, что ваши слезы – это проявление слабости? Далее. Когда мужчина говорит вам о том, что вы слабы, и что вы, значит, у вас мозг как у 17-летней девушки, то здесь, простите, это его личное восприятие от того, что он говорит, и по сути дела его непринятие вас. И, соответственно, к вам еще один вопрос тогда возникает. Было ли так, как вы описываете, как вы говорите, всегда? Или только лишь с определенного момента у вас стали быть такие проблемы? Стали иметь место быть такие проблемы? Если так было всегда, то мужчине можно задать совершенно, на мой взгляд, логичный вопрос. А как же он раньше вас принимал такой, какая вы есть? То есть такая вот 17-летняя, да, может быть, немножко капризная, может быть, стремящаяся полагаться на своего мужчину и прочее. Как же он вас раньше принимал? Вопрос. Вопрос, который я вам задаю. И принимал ли он вас? Если да, если принимал, то что случилось в том? Что случилось, что он перестал вас принимать? Не очень надо понимать. Так, по крайней мере, из текста вашего сообщения. Дальше. Вы сами, в случае, если это происходило, начало происходить после какого-то момента, да, то есть, вот, вы, например, вели себя нормально, были соответствующие своему возрасту, а после какого-то момента вдруг что-то произошло, что вы стали вести себя по-другому, то нужно тогда выявить этот момент, что на вас повлияло. Потому что пока однозначно так сказать нельзя. Может быть, это ваша черта характера такая. Если это такая черта характера, то с этим делать-то ничего не надо. Наоборот, это хорошо, что вы так себя ведете. Вообще-то говоря, для любого мужчины, мужчины по-настоящему, например, сильного мужчины, по-настоящему, достойного, уважающего себя, оценившего себя и, вообще-то говоря, у которого нет проблем с мужественностью. Такая женщина, как вы, вполне бы устроила. Но вот проблема, что вашего мужчины, судя по всему, вы не устраиваете. И важно понять, в чем именно проблема. По первому ощущению, по первому впечатлению, складывается такое вот мнение, что мужчина ваш просто-напросто перестал вас принимать, считает, что вы должны быть сильны, а он, что должен делать он, вообще-то говоря, не совсем понятно. И здесь может иметь место как зависимость ваша от него, потому что, ну, по какой-то причине вы все это терпите, по какой-то причине вы до сих пор еще с ним, вы не ушли от него, не пресекли такое вот поведение его, совершенно отвратительное поведение с его стороны, на мой взгляд. Значит, вас что-то удерживает рядом с ним, что-то заставляет все это терпеть. И если это действительно так, то желательно бы определить причину, по которой вы продолжаете еще с ним быть. То есть, на что вы надеетесь, на чего вы их хотели бы, чего вы хотите, какие ваши желания, планы на него, ну и так далее, насколько это все соответствует действительности, тоже, я думаю, нужно разбираться. Понимаете? То есть, вам не сильно нужно становиться на самом деле. Вы, вот правильно коллега сказал, мой, что вы немножко не в ту сторону обратили свое внимание. Вы как бы идете на поводу у своего мужчины. Вы думаете, что если ваш мужчина говорит вам, что вы слабая, что у вас соображение, мышление, как у 17-летней девушки, то это плохо. Но еще раз в момент. Это плохо для мужчины, не для вас. А вам самой, как кажется, это хорошо или плохо? Понимаете, вопрос еще усложняется тем, что вам ведь нужно придерживаться определенного женского поведения со своей позиции. То есть, ну допустим, вы подавите все свои там желания, допустим, вы подавите все свои стремления, допустим, вы перестанете плакать и так далее. Допустим, вы все это сделаете. Ладно. Но дальше-то что? Вы ли это будете? Будете ли вы с собой в этот момент? Вот что является основным, на мой взгляд, вопросом. То есть вы спрашиваете, вы спрашиваете, как стать сильным? Как себя сдерживать? Ну, а может быть лучше создать такую ситуацию, чтобы вам себя сдерживать вообще-то и не нудно было? И если да, если мы согласимся, что это, собственно говоря, самый правильный подход в данном случае, в вашем случае, то тогда, соответственно, и вопрос возникает, а что же мешает сделать так, чтобы убрать эти разрушающие моменты? Чтобы убрать моменты, от которых вы спрашиваете нас, как вам себя сдерживать. Вот складывается ощущение, что вы не хотите, не желаете менять свою жизнь, вы чувствуете, что назрели некоторые проблемы у вас, например, проблемы с молодым человеком, да, с которым вы там, грубо говоря, постоянно ссоритесь. вот вы чувствуете, что проблемы назрели. Проблемы назрели, все понятно. Но, несмотря на это, вы все равно хотите с ним оставаться, молодым человеком, по-своему. Почему? Зачем? Для чего? Непонятно. Непонятно. Что вам медвисит, когда вы пытаетесь сохранить, получается, отношения с тем, с человеком, кто изо всех сил пытается вас поменять? Ведь он же не принимает вас такой, какая вы есть. Зачем вы соглашаетесь на такие условия проживания с ним? Зачем вы и для чего хотите как бы это сказать, прогнуться под него и сделать так, как он хочет? На самом деле, ничего хорошего из этого у вас не получится, к сожалению. Потому что, как бы вы ни менялись, что бы вы ни делали, мужчина, он будет от вас требовать постоянно все больше и больше и больше и больше, к сожалению. И вам нужно будет все новые и новые вещи делать для того, чтобы ну, как бы угодить ему, для того, чтобы соответствовать его представлениям о том, какая вы должна быть. Вот только почему вы не хотите соответствовать своим представлениям о том, какая вы должны быть, мне исключительно непонятно. Ведь это же, мне кажется, прекрасно быть собой. Это же, мне кажется, замечательно, когда человек является самим собой, не сдерживает себя, доверяет своим желаниям, своим переживаниям. Это же прекрасно. Но вы почему-то это игнорируете. вы почему-то считаете, что так вести себя нельзя. Вот соответственно вам и вопрос, а откуда взялась такая установка? Откуда взялась сама мысль о том, что вам нужно для кого-то меняться? И зачем для кого-то меняться? почему не оставаться собой? Непонятно. Вот то, что я хотел вам в принципе и в целом сказать. Думаю, что это есть ответ на ваш вопрос. Думаю, что это правильный ответ на ваш вопрос, потому что то, что вы от нас хотите, это чтобы мы превратили вас в мужчину, это мне кажется совершенно неправильным. Вы не мужчина, вы женщина, и вам нужно ей оставаться. А вот мужчине, который вас не принимает, его в обмоне нужно поменять. Это да. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.